Продолжение следует... С самого начала своего существования Астана Драгонс, имея лишь пятерку по CSGO, ставили перед собой единственную цель – побеждать и только побеждать на всех возможных турнирах. Поражения в финале или топ-3 для команды считались провальным выступлением. Сейчас драконы вместе с Ниндзей Пижамами и Варигеймс представляют авангард мировой цены по Counter-Strike Global Offensive, являясь фаворитами на любом турнире, в котором они участвуют. Но теперь организация берет новый курс, название которого Лига Легенд. Игра Лига Легенд очень популярна, призовые просто колоссальные, но освещение турниров на очень высоком уровне, но как всегда не обходится без нескольких «но». Первое «но» заключается в процессе содержания составов. Пятерку по Лиге Легенд очень сложно спонсировать, ведь они требуют гораздо большего, чем игроки в Counter-Strike. А вот второе «но» наверное перевесит первое. В данный момент элита мировой Лиги Легенд заполнена под завязку, и попасть в призовую зону не то чтобы сложно, а практически нереально. Думаю, задача у организации Asuna Dragons не просто взять состав для престижа, а ей нужны победы и не раз в год. Многие могут спросить, а почему не вторая дота, да все потому, что вторая дота также зарезервировала места для мировой элиты практически каждого турнира. В общем, перспективы назвать трудно, однако смело можно заявить, а следующем теперь Лига Легенд будет пользоваться еще большей популярностью, хотя бы на территории Украины. Российская команда Gambit Gaming выиграла гранд-прикер, отпраздновав победу на немецкой остановке Intel Extreme Masters League of Legends 8 сезона. В четвертьфинале Gambit убрали с пути других российских ребят из команды The Red, которым предстоит представлять Россию на гранд-финале WCG 2013 года. В полуфинале, в свою очередь, команда сломила сопротивление американцев C9, а в финале отпраздновала успех, оттянувшись на команде Fnatic. Россияне, которые только недавно возвратили в состав Эдварда, выиграли в общей сложности более 18 тысяч долларов. Кроме того, команда оформила выход на мировые финалы Intel Extreme Masters, которые состоятся весной следующего года. Сейчас все внимание аудитории переключается на Сингапур, где в четверг берет старт Азиатская остановка, общий призовой фонд которой составляет 70 тысяч долларов. Вера в игру Quake Life продолжается. Один из самых прославленных игроков отечественной Quake Life сцены с недавнего времени получил поддержку компании InfiPlay. Чуть больше месяца назад Сергей Орехов покинул стаун Deliberate Murder из-за заявления представителей команды стало ясно, что основной причиной ухода стала дыра в бюджете организации и, как следствие, невозможность оплатить расходы на участие Сергея в DreamHack Winter 2013 года. После ухода из Deliberate Murder Сергею довольно быстро удалось найти себе спонсора в лице молодой компании InfiPlay, занимающейся локализацией и разработкой браузерных игр. Остается только пожелать Сергею как можно больше побед под знаменами новой организации и удачи на предстоящем DreamHack Winter 2013 года, к слову, на котором Сергей Орехов будет уже в новой форме. Завершился первый групповой этап турнира FragBite Masters 2013 года в дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Украинский коллектив Natus Winter преодолел групповой этап, но не без проблем. В группе G, в которую попали рожденные побеждать, находились еще и команды из Норвегии, Франции и Португалии. Если португальцы без проблем обыграли две команды и заняли первую строчку, то Na'Vi умудрили сначала проиграть французов, затем переиграть норвежцев, ну а затем и в матче за шанс бороться дальше в турнире рожденные побеждать смогли добыть нужный результат над теми же французскими игроками. В общем, вчерашний вечер для всех болельщиков СНГ был очень напряженным. Оставшиеся 8 команд будут снова посеяны в группе, снова GSL-система и снова Best of 3-серия каждого матча. Оставшиеся 4 коллектива сыграют в плей-оффе по системе Single Elimination. Напоминаем, что за первое место победитель увозит 10,5 тысяч долларов. Сайт Еврогеймер сообщает, что разработчики Hearthstone Heroes of Warcraft проводят любопытный опрос, участникам которого предлагается выбрать из списка те фишки, что они хотели бы увидеть в будущей игре. Ассортимент нововведений просто огромен, начиная с мелких визуальных улучшений и заканчивая серьезным дополнительным функционалом. Несмотря на то, что результаты опроса пока не опубликованы, сам список можно воспринимать как примерный план разработчиков на будущее. Наиболее интересная новинка это, конечно, кооперативный режим. Предполагается, что в нем несколько игроков будут сражаться вместе против особенно сильного босса. Кроме того, Blizzard планирует ввести в игре режим зрителя, а также возможность смотреть повторы игр, обдумывая в кампании и пути улучшения интерфейса. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем пока, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий из мира видеоигр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok